Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. В маленькой хижине на берегу реки, как элитные соседи топят частный дом. Барнаульская-Пизанская. Покосившийся забор в соцсетях сравнили с итальянской достопримечательностью, но в столице края памятники архитектуры долго не живут. На недельку. Ремонт сгоревшей крыши откладывают во второй раз, когда закончат. Если вы хотите жить рядом с лесом, устроиться в уютном домике, не забывайте. В любой момент город может прийти к вам и все испортить. Так случилось с нашим следующим героем. 4 метра стенка и еще сверху, видишь, забор. Считаю, получается сколько? 5 с лишним. Да. Закопали заживо. Это Геннадий Голованов еще сдерживает эмоции. Его можно понять. Вышел на пенсию, построил дом в дачном поселке у леса. Улица пограничная, она и есть граница между природой и людьми. Вот только горожане бор любят и тоже хотят быть к нему поближе. И даже так рядом с домиком Геннадия появился элитный таунхаус, а с ним вместе водопады. До этого не было здесь воды, потому что здесь частный дом был. Вот он его купил. Снес? Да, снес. Так раньше выглядело это место. При этом никаких проблем с водой не было. Она по логу шла в лес, да и просто уходила в землю. Новый хозяин участка срезал часть земли, убрав возвышенность и залил все бетоном. Теперь течение ведет все дожди ниже, к соседям. И дальше туда в огород идет, по огороду канава. В гараже промыло яму, а там у меня газ. Я закапывал потом все это, заравнивал щебень, который подсыпаю здесь. Он весь в огороде. Застройщик, которому пока принадлежит элитное жилье, по словам Геннадия, сначала проблему понял и дал много обещаний. Изначально он мне сказал так. Дед, не расстраивайся. Все мы сделаем. Все будет сделано. И вот третий год топит никаких сдвигов. Водопады, как их называет Геннадий, создают много проблем. Например, однажды они хотели забрать его любимую машину. Проблем никаких не было. Ну вот он создал, и меня сейчас постоянно через гараж и туда машину. Вот не поверите, ребят, машина стояла, машину смыла. Смыла прям водой? Смыла водой. И вот машину смыла и подтащила сюда, к этим столбам. Кроме того, постоянно заливает гараж. По словам Геннадия, в воде оказываются инструменты, техника и все, что стоит на полках. Он уверяет, строители сильно подняли уровень соседнего участка на несколько метров. Тут такой высоты стена получается. Такая стена и сверху еще. А раньше где уровень был? Вот раньше. Вот забор был деревянный. Здесь садовые участки были. Забор такой, дощатый был. Проблем никаких. Вода тоже шла, но не в таком количестве? Не-не-не, не было ее, можно сказать. Почти не было? Почти не было. Повезло с домом. Хоть Геннадий отзывается о нем и скромно, но построено все же качественно. Потоки воды не страшны. Чего не скажешь про огород. Еще с одной мечтой о спокойной пенсии пришлось расстаться. Домашние помидорчики и огурчики орошаются уж слишком обильно. Вот это все плодородный слой у меня был. И туда утаскивают. Все. Он говорит, я тебе привезу. Ну, я тебе привезу землю. Третий год везет. Потоки на этом участке не останавливаются и, как говорят соседи, идут к ним. Ниже. Геннадий попытался отгородиться отвод. Выкопал ров. Спасает он только от слабых дождей. Да и решение из области фортификации не нравится соседям. Они уже вызвали участкового. Но последний передаст жалобу в администрацию района, который уже знает о проблеме. Администрация вчера приезжала. Да, они что сказали? Ну, что сказали? Они сказали, жди ответ. Мы тоже будем ждать ответа от администрации на наш запрос. А вот про другую проблему нам уже ответили. Это беда с лесом. В него мусор свозят мешками и грузовиками. И это привезли сюда, вывалили мусор. Кто-то. Это ночью. Это одна машина грузовая приехала? Да, да. А вообще, вы говорите, это уже не первый раз случается? Это не первый раз. В администрации центрального района нам сказали, что за этот участок леса отвечает лесхоз. Ведомство и должно убрать мусор. Но главная проблема для Геннадия – это все же новые соседи. В свою очередь, представитель владельца таунхаусов в телефонном разговоре сказал, что дедушка сам хочет устроить болото. Вот и канаву выкопал. Что скажет по этому поводу администрация, узнаем в одном из следующих выпусков. В Барнауле рухнула Пизанская башня. Так пользователи соцсетей назвали покосившийся забор на улице Льва Толстого. Вместо того, чтобы построить новый забор, кто-то подставил палку. А вот чем дом подпереть? Ведь жители уверены, ему недолго осталось. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Все аварийные дома похожи друг на друга. Каждый аварийный дом несчастлив по-своему. Дом на Льва Толстого, 14, в любой момент может рухнуть, как и его забор. Боятся жители. На днях местная Пизанская сдалась. В отличие от итальянской башни, которая держится почти 900 лет. Кто-нибудь, может быть, и помог ему сюда упасть. К нам в огород, на мои цветочки. Дом был построен еще в 53-м году прошлого века. По словам старожилов, за все это время здесь ни разу не ремонтировали крышу. Людей постоянно топит. Вода с потолка попадает на электроприборы. В стенах появляются новые трещины, и дом уже наклонился. Я наставляю всякие украшения в вазы, чтобы маленько поменьше было видно трещины. А там вот вы вообще колготками уже начали? Ну, я начала, потом запеним и новыми обоями заклеим. Больше чем на полгода управляющие компании в этом доме не задерживаются. А сейчас, говорит пенсионерка, собственники и вовсе остались без управляющей. Мы отправили запрос в администрацию центрального района, чтобы узнать, действительно ли это так, и почему на протяжении многих лет дом проседает и смещается. Жителям дома пообещали, что капитальный ремонт будет проведен в 2024 году. Но что-то нам подсказывает, что к этому году дом вообще может уже убежать на другую сторону улицы. На улице уже, ниже нуля, жители дома на Северном Лосихинском 60 боятся замерзнуть, потому что летом их крыша полностью сгорела. Ее должны были восстановить до 1 октября. До сих пор работы не закончены. Как быть? Ведь скоро морозы посильнее. Летом в доме номер 60 на Северном Лосихинском крыша сгорела полностью. Город выделил 11 миллионов из резервного фонда, а подрядчик должен был завершить работы уже к 1 октября. И действительно, задача номер один – спасти нас от дождя – эта задача выполнена. Но если мы поднимемся на крышу, то мы на крыше увидим, что шлак до сегодняшнего дня не убран. Работы затянулись, потому что шлака оказалось больше, чем предполагали подрядчики. Он остался влажным от воды пожарных расчетов и осадков. Для того и оставили впитывать воду, чтобы не пошла в квартиры. Но если не убрать сейчас, шлак, по словам жителей, моментально промерзнет. А за ним и потолки. Но это еще не все проблемы. Если карнизы не будет, то там вот такое отверстие будет. И мы понимаем, что снег, ветер, он может сюда залетать, и здесь опять все мокрое будет. Завершить работы 1 октября, как планировали изначально, не удалось. 4 октября на встрече с журналистами и жильцами власти и подрядчик пообещали закончить через две недели. То есть в середине октября. Хотя работы и сейчас много. Нужно выносить мешки шлака, укладывать утеплитель, закреплять ветровые доски. Ремонт, кстати, не оставляют. На крыше мы встретили рабочих и даже обсудили сроки. А долго еще осталось? По объему примерно. По объему? Ну как вам сказать, я не знаю, может еще неделю. Постоянно у вас работы идут? Да, постоянно. День и субботы, воскресенья, мы без выходных работ. Понял. Заказчик работы администрация города согласилась уже с этим прогнозом. С субботы начали завозить уже утеплитель, так как шлак практически уже удален. И в настоящее время параллельно будут вестись работы, связанные с завершением удаления шлака старого утеплителя, с укладкой нового утеплителя. Работу подрядная организация планирует устранить по их заверению до конца текущего месяца. До конца октября? Да. По словам чиновников, работы оказалось больше, чем считали изначально. Но это не причина продлевать сроки. Поэтому по закону о закупках подрядчик заплатит штраф за то, что затянул ремонт на месяц. Если не успеет, теперь платить придется и жильцам. Промерзшими стенами, сыростью, грибком в квартирах. Андрей Дриер, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему. И до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Если у вас есть коммунальные проблемы, которые, как вам кажется, уже не решить, обратитесь к нам. Возможно, мы сможем вам помочь. Это был коммунальный патруль. До встречи в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok